Историю под корень. В Кировоградской области лесорубы массово валят столетние дубы. Против этого взбунтовались экологи, но вот лесники утверждают, что все по правилам. Правда, активисты подозревают, что все не так чисто. Куда летят щепки, выясняли наши корреспонденты. Это лес за селом Разумовка Александровского района. Его официальное название урочище Пальчиковое, а в обиходе называют лесом Раевского или Черного Ворона. Здесь, куда ни ступи, все пронизано историей. Это как раз сучасники тех событий, которые видели тот бой Черного Ворона, Миколы Скляра с большевиками. И фактически были тогда защитом для хлопцев, которые боролись тут. И выбить их здесь могли только-только артиллерию. Поэтому это место и эти деревья, они так же и памятниками. Но не для лесников. Всего в 100 метрах от могилы Черного Ворона развернули масштабную вырубку столетних дубов. Сейчас я боюсь, что если эта плановая вырубка продолжится, мы просто не увидим уже этого леса среди степа. Эти фото в фейсбук выложили местные краеведы. Их поддержали экологи и активисты. С требованием остановить валку дубов несколько сотен человек приехали в лес. Уцелевшие деревья маркируют плакатами. Из-за протеста лесники приостановили рубку. Но уверяют, по нормативам дубы старые, значит им пора под топор. Выписаны все дозвольные документы. Век этого насажения 132 года. Мы понимаем значимость этого места, но если смотреться с другой точки зрения, мы же должны думать и про безопасность отзывающих. Но вместе с сухостоем уничтожаются и здоровые деревья. Всего здесь должны вырубить более 6 гектаров леса. Это почти половина. Под топор ушли уже более 2 гектаров. Чтобы сохранить уцелевшие деревья, активисты подготовили обращение к чиновникам. С требованием предоставить урочищу статус парка. Нехай цесопера станет символом, который доведет, что громада Кировоградщины дает. Мы за лесы. Мы за историю Кировоградщины. Но массовая рубка идет не только в этом урочище. Два месяца назад активисты с помощью квадрокоптера засняли в этом районе лесные залысины. Их масштабы поражают. Виктор Ткачук, Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер Кировоградская область.